Здравствуйте! В эфире iNews в студии Андрей Соколов и в ближайшие минуты самые интересные новости из мира высоких технологий. Поисковые компании Google, Яндекс и Mail.ru Group выступили против введения в России право на забвение в интернете, новость сообщает РБК. Согласно документу, поисковики должны удалять персональную информацию по требованию пользователей, если данные по их мнению устарели или же недостоверны. За отказ в удалении подобной информации еще одним законопроектом предусмотрен штраф в размере от 100 тысяч до 3 миллионов рублей. Поисковые компании, конечно же, не в восторге от подобного нововведения. В частности, по мнению представителей Яндекса, такой закон затруднит пользователям доступ к большому объему общественно важной информации. В Казани, возможно, пройдет финал международной олимпиады по робототехнике. На планах подать заявку на проведение соревнований рассказал министр информатизации и связи республики Роман Шейхуддинов. В этом году у нас в Иннополисе проходил российский этап олимпиады. Победители представят Россию на международных соревнованиях, которые пройдут в Катаре. Планируется, что Казань подаст заявку на проведение международной олимпиады по робототехнике в 2018 году. В столице Голландии, Амстердаме, построят мост, напечатанный на 3D-принтере. Город буквально изрезан многочисленными каналами, поэтому данная тема здесь актуальна. Весь процесс строительства будет автоматизирован. На обоих берегах установят специальных роботов, которые будут продвигаться вперед по мосту по мере его возведения. По сути, эти роботы и являются 3D-принтерами. Сам мост будет возводиться из стали. Металл нагреют примерно до 1500 градусов, после чего роботы начнут отливку конструкции. Обещается, что в конечном итоге мост будет очень прочным и защищенным от всевозможных природных условий. Точные сроки возведения инновационного моста пока неизвестны. Сейчас определяется место, где он будет построен. На прошедшей недавно выставке Electronic Entertainment Expo, сокращенно E3, компания Bethesda официально представила новую серию популярной постапокалиптической игры Fallout 4. На мероприятии был продемонстрирован геймплей. События будут происходить в Бостоне через 200 лет после ядерной войны. Основным персонажем станет выходец из убежища 111. К слову, ранее это место в игре нигде не фигурировало. Очень интересно оформлено создание персонажа. Девушка и мужчина подходят к зеркалу и, смотрясь в него, вы подбираете лицо и полперсонажа. В игре будет огромное количество оружия и брони. Все можно будет кастомизировать и улучшать различными подручными средствами. Всего заявлено 50 видов оружия и более 700 модификаций. Релиз, безусловно, получился интересным. Только вот с графикой вышло небольшое разочарование. После выхода трейлера фанаты игры рассчитывали, что визуальную составляющую доработают. Однако, как видим, все осталось на прежнем уровне. Правда, как считают многие геймеры, главное не графика, а игровой процесс. Новая серия Fallout выйдет осенью этого года только на ПК и на игровых консолях последнего поколения. Это PlayStation 4 и Xbox One. Пока на этом все. Следующий выпуск программы смотрите уже завтра. Также присоединяйтесь к нашей группе в социальной сети ВКонтакте. Адрес сообщества сейчас на ваших экранах. В студии был Андрей Соколов. Всего доброго. До встречи.